Добрейшего геройского времени суток на связи антиквар приветствую вас в героях меча и магии 3 где мы занимаемся прохождением кампаний из цикла дыхания смерти в настоящее время проходим первую кампанию новое начало и прямо по курсу третья миссия плащ вампира кстати перед прошлой миссии я по моему забыл прочитать вот этот вот текст с карты давайте наверное сейчас мы это восполнить этот момент кстати не обращайте внимание на мой голос мне сын из сада принес какую-то очередную замечательную вирусную хворь и она мягко говоря не лучшим образом сказывается на тембре моего голоса и на моем общем самочувствии поэтому сегодня может быть серия будет покороче но загадывать не буду как пойдет вы соглашаетесь помочь ученику одного волшебника сандра учителю сандра эдрику нужен амулет некроманта чтобы создать анти некромантское заклинание но эдрик уже стар а сандра еще слишком неопытен чтобы найти амулет самому но это было перед прошлой миссией а сейчас у нас плащ вампира но надо полагать кирик агент сандра а не тарик до кирик агент сандра должен украсть плащ вампира к несчастью его захватили бандиты вы должны выкупить кирика и заполучить плащ ну все коротко и ясно чтобы выиграть в этом сценарии вы должны доставить плащ вампира в город лифхоу если гем или кланси падут в битве а также если вы потеряете плащ вы проиграли все герои ограничены 20 уровнем однако опыт первичные и вторичные навыки а также волшебные книги гем и планси перейдут следующий сценарий так как 20 уровень а у нас как вы 18 что ли я чуть не помню как уровне мы качались два уровня нам дадут аж прокачать в этой компании жестко так-то у меня магия земли не докачано ладно сейчас посмотрим стартовый бонус префектура 15 дерево и навык защиты но для меня в таких ситуациях всегда выбор в пользу характеристик вот не припомню еще в компании где бы я и миссии где бы я сделал по-другому когда я принесла сандро амулет некроманты он рассказал мне что другой его помощник варвар по имени тарк должен был найти для него еще один артефакт плащ вампир но от тарака уже давно нет вестей и сандро опасается за его жизнь чары поведали мне что тарака захватили разбойники и держат в ожидании выкупа в подземной темнице недалеко от границ бейли смотрел я сейчас на ролик извините за маленькое лирическое отступление и в голове всплыла сцена из места встречи изменить нельзя где жеглов разговаривает с уголовником копченым и копченый говорит жеглову я извиняюсь у вас товарищ жеглов руки тоже не шахтерские вот у гем почему-то руки прям шахтерский сейчас же она там выражу над этой лужей с водой но ладно варвар по имени терек уже по просьбе сандра выяснил где находится плащ вампира к несчастью бандиты из спорных земель захватили терека когда он возвращался из дэй терек убедил бандитов что его друзья заплатят хороший выкуп если его вернут не тронув его имущество в магическом кристалле я увидела что его держат в подземной тюрьме возле границы с дэй сегодня были и хорошие новости клэнси получил разрешение своего господина помочь мне в поисках двух других артефактов лорд фойет сказал что он не против если только мы не будем вторгаться вафли я думаю последние условия просто шутка ну конечно шутка очень плохо нам по армии зашло у клэнси один отряд у гем один отряд но есть хотя бы палатка первой помощи до а 15 уровня мы сейчас то есть по 5 уровней мы еще можем вкачать вот такой у нас клэнси кстати говоря получился красавец надо дипломатию продвигать я считаю в этом залог наши успешные игры нашего успешного прохождения этой миссии ну что ж давайте посмотреть как говорится что у нас с городом форест глэн а нам нужно куда артефакт принести в город лифхол то есть нам еще и лифхол надо найти и завоевать ясно в городе кентавры хотя бы отстроены спасибо и на этом строить можно все денег нет ничего нет экономики нет полная разруха короче говоря так но давайте разведку делать есть какие-то артефакты пару штук призраки охраняют лесопилку это приятно не отступать не конечно же не хотим более того мы тут как вы понимаете и много времени не проведем где у нас тут уничтожение нечисти 150 баллов урона неплохо неплохо прописались мы в новой карте кентавров видим так артефакт я сразу же подобрал до кентавров наверно сразу забирать так а что насчет уилка палки насчет таверна есть таверна есть там венова опа кстати говоря три стека у нее и хороший гномов много эльфов много эльфов максимальное количество обратите внимание 5 эльфов могло заходить в дыхание смерти ну и плюс иного очень приятный герой потому что 350 золотых день как вы понимаете на дороге не валяются то мы где можем двигаться дальше правильно ману у нас есть это главное для нас грифон и все же они поделятся да на миллион частей а кнопок лэнси давай-ка ты по шерсти вокруг минимальный сундук ужасно просто ужасно так по дороге бежать по дороге бежать и мы натыкаемся вообще на гастов елки-палки драконы привидения вау это круто это очень прям круто так камни сторожат грифоны вот что нужно сделать и нужно гномов наверное мне выкупить обязательно чтобы можно было тех же грифонов пробить через волну смерти до прибегаем так которая себя оправдала но на старте я сделать больше ничего не могу что-то как-то тут все печально по деньгам нага банк так-то неплохо ломануть да но у нас нету масса было бы массовое замедление без проблем бы гем его ломала у нас нету массового замедления так ну ладно ну ладно гномиков надо забирать правильно так точно забрали кучу денег потратили может нага банк все-таки попробовать взять но мне нужно это делать иначе вообще непонятно как тут двигаться дальше забираем все войска и сейчас будем тут грубить их так как мы будем это делать вопрос гномов центр да как то вот так наверное мы будем это делать ну давайте посмотрим через этого получится страшно ну понятно что мы хотели отступить одну нагу убили так двоечка правильно же я понимаю двоечка 110 жизней у наг по 3 в стейке а сколько у нас молния бьет чуть-чуть не добиваем но будем добивать кентаврами так минус раз не но мне надо их максимально задерживать хотя наверно вот этого кентавра можно было и не отдавать да так ладно ничего страшного здесь ну можно попробовать немножко еще и поотманивать основным стеком что у нас по массовой магии что как силовое поле работает я вот не помню даже она выставляет такой щит на две клетки или как я могу им кентавра прикрыть наверное надо потренироваться не в боевых условиях что-то я уже забыл когда его применял последний раз 115 баллов урона маловато маловато урона гипноз не подействует к сожалению ну мы можем на самом деле сейчас вот этот стек еще убить с этими как-то работать да так минус 2 стека да можно и вот сюда молнию кидать и здесь уже гномики никуда однако не убегают ну будут терпеть чё делать ничего не попишь ну да гномам придется затерпеть один удар так хорошая мораль о ну конечно ну ладно это мораль в хорошем месте ну как бы как в хорошем с другой стороны я купил 8 гномов потратил тысячу денег на них и и вот такая вот история минус 5 гномов минус скоб получается минус 5 кентавров но я должен был этот бой проводить иначе здесь непонятно вообще как выкарабкиваться по финансам 6 тыс вот этим уже можно работать во первых это префектура сразу же во вторых это иного которая нам сейчас подвезет причем гномов опять таки подвезет так ну-ка сейчас давайте давайте продолжаем наши экзорцисы я думаю всех вообще уберем оставим только гномиков сколько тут у нас здоровья 160 а сколько у нас волна смерти бьет 60 баллов урона а хватит нам ее что-то если честно страшновато как-то я что-то задумался о том что что-то как-то страшновато ну давайте сохранимся пожалуй на всякий пожарный а то проиграть компанию на штурме рудника это было бы жестко не хотим не хотим отлично здесь все отлично у них по 25 жизней и в общем их сразу убиваем одной волной смерти так это есть это есть госты слушайте госты это так жестко прям даже не знаю что сказать по этому поводу так енова давай сапорки нам вообще вообще что я думаю мне надо дать нашей барышне единичек она у нас все-таки недаром магическая барышня а вот это отдать клансе может быть он за счет дипломатии кого-то там поцепляет но хотя что я сделаю на одних единичках тоже вопрос но против миду да ничего не сделаю пока короче непонятно ладно оставайся на единичке ты забирай руду начало бодрое тут 2049 угров мне обязательно нужно поставить гильдию магии потому что без нее я вообще никуда не смогу пробиваться просто никуда так клансе мы располагаем вот такой армией насколько этого достаточно чтобы к нам ребятки начали присоединяться по крайней мере задумываться начали над этим что у нас у нашего рейнджера в книжке ну все что нужно все есть в принципе да 40 маны что-то может экспертная магия воды елки-палки обалдеть экспертная магия воды так а у меня же тоже не у меня основная магия воды а забывчивость есть есть забывчивость то есть и воду по идее прокачать тоже интересно сразу же против стрелков было бы полегче ну давай под шлем встань пока все равно непонятно что тобой делать отряд разведчиков обнаружил на северо-востоке от нашей ставки нейтральный лесной город на северо-востоке вот здесь угры к уграм можно кстати вот так наверно пойти опять таки нужно записаться ну гильдию магия вынужден строить иначе мне тут удачи не видать как вы понимаете да ставим гильдию магии уже не так можно не заходить не смотреть потому что у нас все заклинания первого уровня банальный есть столько я замков уже посетил что в общем то здесь удивляться то нечем 82 маны у нас есть улучшенный стек улучшенный стек говорите точнее не у нас а у них 60 жизней но его нужно убивать сразу же вот так и угров надо подманивать всех желательно вверх нашим кентавром все пойдут очень хочется засейвить палатку но я что-то не уверен что это возможно так вы вот друзья замечательно встали под ледяную ледяное кольцо или кольцо холода да как это заклинание называется в общем встали вы чудесно не дать не взять угу можно вас добить наверно сразу почему бы и нет и теперь вообще всех отманить вот сюда вниз вот отличный тут мораль вылетает которая как бы в теории нам страшна так по не улучшенным ребятам можно и стрелочкой уже пробивать но на практике мы в общем то справляемся так ну все мы даже палатку засейвили ничего себе вот это кунг-фу магическое кунг-фу от антиквара одним кентавром на раскаченной волшебнице пробились ну что поехали смотреть дальше почему бы и нет так енова тобой вообще-то вообще делать нечего получается ну-ка отдай на клансе вот этих всех парней вот этих всех парней на клансе здесь мы все отстроили что нам нужно поставить вообще на первые недели усадьбу хотелось бы естественно цитадель гномов наверное да с учетом того что мы волной пользуемся достаточно активно тоже хотелось бы ну что здесь как-то вот так клансе поедет будет пытаться переманить кого-то на свою сторону о еще эльфы это хорошо это радостно так есть кстати костерок есть хижина но для гем хижина уже не актуальна куда это мы забрались в какие-то дебри кстати говоря для клансе я бы с удовольствием знаете что поймал половил бы лидерство поскольку он у нас дипломат и может так статься вполне что кучу всяких разных существ он к себе будет призывать то ему лидерство бы не помешало определенно так город то где обещанный нам 10-19 угров ну ууу ... Голуба после того как мы разбили прошлую армию угров мне вот эти вот даже как то Как-то даже неловко с ними биться Но ловко или неловко, проблема в том, что маны мы теряем слишком много, да, на этом В принципе, стрелочка-то даже побюджетнее будет Ладно, давайте этих мы убьем кольцом А остальных попробуем стрелочкой разобрать Так, а может быть еще одно кольцо докинем Непонятно, что кидать Ну что, молимся опять-таки на отсутствие морали, да И наши молитвы услышаны были Уж не знаю, кто тут за такие штуки отвечает в этом мире Но определенно, мольбы гем не остались Без ответа И мы, в общем, продвигаемся на северо-востоке Незанятый город, может вообще вот здесь Так я сюда пройти не могу За големами, но они вроде какой-то артефакт охраняют Как-то пока тоже не очень Понятно, вот есть город, но это я бы... А, ну, ну, не, ну как бы на северо-востоке, да Какие претензии? Никаких Тут орки Орки Орков я так просто не пробью, да, на гем Нужно клансы тянуть 10-19 пегасов Может пегасы ко мне хотят присоединиться А если нет Я вот там с ними намучаюсь же потом Так, ладно, погнали Город надо забирать в любом случае А ты пока что? Ты пока иди стражей, упокой Тоже дело Ну, здесь все по стандарту Золотой стандарт качества Минус нежить Так, ну и Енова Получает в хатке основную зоркость Орла глаз Будь он не ладен Да, не то, что ты, конечно, хочешь увидеть обычно в таких местах Ну да ладно 1340 денег у нас есть Нам хватает на что? На коттедж гномов, на рынок У нас денег Слушайте, у нас дерева нет денег? Не, а я тогда ничего не ставлю Мне эльфов-то надо строить обязательно А вообще непонятно, где дерево пока брать 2690 Так, ладно, здесь мы на орков нападаем Вынуждены их атаковать Кстати, изумительные потери Может быть, давайте для Того, чтобы время не тратить Я соглашусь Бой простой, понятный Поэтому Так мы все и провернем Енова Девочка моя Ну-ка, давай-ка Давай-ка вот сюда посмотри Что за голем им лежит Щиток на Плюс две защиты Так, ланси Можно, кстати, сейчас здесь поставить Будет магию Но тут где-то должна быть Лесопилка Слушайте, если есть труда Должна быть и лесопилка По-хорошему, да Мне бы Пополнить Ману бы вообще не помешало Прям вообще Здесь я, конечно, не соглашаюсь С потерями Все-таки там были стрелки Здесь я рассчитываю Засейвить наши войска Ну да Получается все, прямо скажем, неплохо Ой-ой-ой-ой-ой Да кем же Ну куда ты торопишься-то, ну Так, ладно Проехали Ничего не было Все было у нас Не 51 кентавр Здесь, а 50 Все нормально Дышим глубоко Здесь вино мы построены Гильдию ставлю, да Ну надо, да Определенно надо ставить Надо получать Восполнять Ману Так, а кто охраняет Что-то я не понимаю Играл свой... А, что-то я не понимаю Что-то я уж совсем загнался Что-то я... Ну в общем понятно Да, я даже у вас не буду спрашивать Кто это такие Тут отчетливо видно Что это гончие Адские Это что-то я как-то не туда смотрел Так, здесь, кстати Адские гончие Здесь, чтобы не тратить В пустые очки передвижения Давайте мы гем Отправим еще и за кентаврами Вот так сделаем И что? 690 Ну нам даже на рынок не хватает У нас нет на это дерева Поэтому... Поэтому как-то так Здесь кланси Дружок Хотя подожди, дружок Немножко серы Опа, еще эльфы Шестой день Гномиков бы подобрать Я думаю, я успею Слушайте На следующий день Я просто поставлю гномов, да? Гномов Просто поставлю эльфов В своем родном городе Наверное так Здесь 19 эльфов Уже как-никак Кланцы, кстати Шапку не отдает Почему-то Гем Уж не знаю С чем это связано Видимо у них Что-то личное Змии Можно на волне смерти Пробить Можно вот так Остаться на стеке кентавров Но они быстро долетят На стеке кентавров Ммм Не, давай мы Выкупим гномов Так Кентавров здесь отдадим Будет 65 Ну и шапочку Все-таки заберем Гем она Определенно Нужнее И важнее Кучка древесины Есть Как-то я странно Ее поехал Подбирать Но это ладно Это не страшно Слушайте 2049 Адских псов Ну у нас в кланте Товарищ прокаченный Да Мы можем кинуть В каких-нибудь Кентавров ускорений В принципе Мы себя будем Отлично чувствовать Так Енова Ты покрась Внешнее жилище Чтобы гномики Хотя бы прирастали В городах Побыстрее Да Здесь еще Серебряные пегасы Сторожат Куда-то Проход Это мы Ничего себе Гномы тут Нарубили Не Ну мы Чтобы засейвить Палатку Кинем Волну смерти Но гномы Тут вы посмотрите Что они сделали Ну тоже 6-7 Да Атака и защита Вот Палатку Надо сейвить Ну смотрим Куда мы там Пробились Рынок Артефактов 10-19 Василисков Лук Лук Так ладно Я сейчас Ей вообще Буду отсюда Убегать Поэтому мне Особенно здесь Тратить Ходы Как-то Не хочется Сапожки Но к сожалению Да Мы можем О них Только мечтать Пока В общем Тут куча У нас Рудников Лук Лежит Да Гем Конечно Сейчас Получит Супер Разгон На гномиках Тут и Говорить Ничего Так И сразу Я ставлю Эльфов Сразу Уже Просто Потому Что Хорошо Ты Добегаешь Красишь Внешнее Жилище Пока Здесь Остаешься Хотя Ну а что Остается Да Пусть Гномов Выкупят Это и клан Отвезет Наверное Так Здесь еще Колечко Лежит Колечко Хорошо Ну ладно Все это Подберут Опа Наши Друзья 10-19 Лесных Эльфов Не могу Себе Позволить То есть Вот этот Вот Вот эти Врата Подземного Мира Они позволяют Здесь Просто Да Вот так Переместиться То есть Не пробивать Охрану Серебряных Пегасов А переместиться Из области В область Интересно Так Ладно Давайте Разбираться С собаками Принять Конечно А для чего Мы качали Дипломатик Как не Для таких Прекрасных Моментов Ну и Погнали Здесь Сюда Слушайте Ну я не могу Тут бить У меня На это Нет Потенциала Ну наверное Клан Все же Будет Тут Пробиваться Я в общем Гем разворачиваю И отправляю Вообще В другую Сторону Разбираться С кем А с кем Я буду Разбираться С драконами Надо Посмотреть Куда Вот это Дорога Еще идет Драконов Много 10-19 У нас Сколько 120 Живолу Ронда 150 Ну там 200 Жизни У дракона Ну Не знаю Что Что я Там И как Хочу Сделать Сад Скульптур Дает Представление О том Каков Нрав Медуз Защищающих Этот Артефакт Хотите Напасть Не Ну На Медуз Я Определенно Не Хочу Напасть Давайте Раз Раз Плюнуть Так И пробивки Некуда Нажал Так Иного Ты что Гномов Купишь Или За кентаврами Бегишь Ну давай Наверное За кентаврами Они по крайней мере Бесплатно Нам достанутся Так Кентавры Ой Ёлки-палки Экономику Бы Строить Очень Бы Хотелось Да По идее Элементали Огня Надо Пробивать Ну а Так Во-первых Во-первых Дайте Мне Кентавра На разгон А то Что-то Я Совсем Странно Все это Делаю Так Пока Деньги В общем Мы не Тратим Едем На том Что Есть Вот Так И Вот Так Да Пока Как-то Так Будем Действовать Гем Ну думаю Что-нибудь Придумаем Куда Приложить Ее Таланты И Умения Да Но у нее Тактики Нет Драконы В нее Сразу Ворвутся И Поэтому Для нее Это Такая Себе История Слабоватая Да С ними Воевать Без армии То есть Нам понятно Что она Магическая Барышня У нас Есть Какая Некая Магия Но нам Нужен Стэк Который Будет Терпеть А у Нас Такого Стэка Нет Двенат Три Кентавра Отличные Потери Опять Таки Не будем Сильно Много Времени На этом Тратить 2380 Можем Поставить Рынок Он нам Будет Нужен В любом Ключе На Отстройки Экономики И на Этом Наверное Пока Все Так Здесь Теперь Ставим Префектуру Не можем Таверны Даже У вас Нет Да Что Ж Такое Что Что У вас За Захолустье Здесь Не побоюсь Этого Слова Дендроиды Вот Дендроиды Кстати Неплохой Вариант В том Плане Что Если Кто Нужен Кто Будет Терпеть Урон И Еще Здесь Один Город Наш И Мы Его Конечно Тоже Забираем Принять Элементарий Ну Давай Ладно Уже Принял Уже Я Что Принял И Думаю Такое Стоило Вообще Это Делать Не Стоило Здесь Конечно Давайте Не Будем От Гномиков Терять Войска Моралька Не Очень Да А Что Это Такое У С Настроением Друзья Мои Лив Хол Кстати А я Вот Это Даже Не Посмотрел Как Называется Мэриш Моришен Так И Здесь У нас Сразу Же Интересная Штука Есть Сокровищница Гномов Которую Тоже По идее Нужно Сломать Есть Еще Один Лаз Под Землю Опа Костяные Драконы Свиток Охраняют 5-9 Но Мне Бить То Некем Свиток А Что За Свиток Интересно Реально Интересно Так Здесь Я Бегу Ну Наверное Просто Бегу Пока Да Ничего Не Делаю Просто Даже Сделать Ничего Не Могу Так Тут Были Ресурсы Которые Можно Было Унести В частности Нам Кристаллы Нужны Давайте Это Сделаем Пошла Префектура Ну Сейчас 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 По деньгам Мы Разойдемся Будет Полегче Здесь Клан Си Надо Эльфов Улучшать Ясное Дело У нас Минус Мораль С Таким Подбором Исполнителей Ну Давайте Как-то Так 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 Они же Мне Наподдадут Тут Я Что-то Понял Ага Минус Мораль Сюда Прекрасно Это Просто Прелестно Друзья Мои Так Сколько Мы Здесь Вносим Здесь Мы Не Вносим Достаточно Да Чтобы Их Сразу Убивать Ну Ладно А Нет Подождите Подождите А Сколько Ты Нанес Урона 491 Почему Вроде Меньше Показывали Я не Туда Посмотрел Что 180 Ну Это Десятка Ну Может Их Отдать Просто Чтобы Они Здесь Как-то Всех Задержали Эльфы У нас Нам Эльфы Важны Чтобы Они Не Потерялись Ну да Они Тут Нормально Потанкуют Ну Гномиком Просто Прикрываемся Пока Эту Единичку Решил Убить Понимаю 284 Будем Атаковать Наверное Надо Отлично Эльф Убегает 491 Урон Он Нанесет 34 34 Так Ну Я могу Один Стэк Просто Оттянуть К себе Наверх И С ним Тут Разбираться Уже Приспокойно О Как О Как Ничего Себе Неожиданно Было Сейчас Ну Давайте Все Таки Вы Как Ко Мне Пойдете Ну Понятно Да Что Элементали Там В себя Какой Урон Впитали Опасно Бежать Да Смину Сморалюту Ну Ладно О Чем Я И Говорю А Вот Кончилось У нас Действие Благословения Так Ну Мы Тогда Просто Разбегаемся Разбегаемся Расползаемся Кто Как Может Тот Так И Двигается Так Тут Доели Гномика Ясно Пусть Атакует Понятно Что Минут Собачка Но Ничего Страшного Ну Что Это Ну Друзья Мои Еще Минус Кентавры Заморали Да Мораль Конечно Не Веселая Прямо Скажем Зато 5000 Мы Получили Артефакт И Сейчас Вот Этот Понужнее Был бы Клансе Это Вот Точно Так Здесь Уносим То Что Можем Можно Прям Все И Уносить На самом То Деле Так Теперь 5000 У нас Есть Здесь Нам Нужно Поставить Таверну Эльфы Вот Эльфы Присоединились Это Было Бы Да Но Что То Мне Подсказывает Что Я Такой Щедрости От Них Не Дождусь Да Такого Решения Ладно Поглядим Поглядим Ну И Ем У нас Бежит Вся Такая Из Себя Молодец Цитадель Ставить Не Ставить Можно Нанять Героя Уфритин Кстати С Гномиками Терпеть Кому То Надо Вот Гномы Уфритина Могут Это Делать Правильно 14 Здесь Плюс Сейчас Еще Здесь Будут Я Просто Думаю Над тем Что Драконов Мне Надо Бить В любом Случай Так Ты пока Стой Тобой Куда Можно Сходить Можно Пойти Дандроидов Войнов Победить Могли Бы Присоединиться Я Так Спасаю Ваш Лес От Всякого Разного Ужасного Тут Тут Определенно Нам Нужен Огненный Шар Чтобы Этих Ребят Забирать Сразу Всех Трех Быстрый Да Значит Выискался Понимаю Так Сколько Здесь 130 Жизней Так Здесь Мы Еще Какое То Время Потанкуем Палаточкой В принципе Мы По идее Даже Палатку Не Теряем Два Удара Она Держит И Я Сейчас Просто Заберу А Чем Я Заберу Я Даже Могу Знаете Как Я Могу Двумя Стрелочками Забрать Никуда Не Торопиться Ну И Смотрим Что Нам Хижина Мэгги Покажет Какие Дальние Дали Она Откроет Ага Ну Это Видимо То Место Где Держат Терека Который Шифруется Под Псевдонимом Тарек Ну Такая Себе Шифровка Поменял Одну Букву И Шифруется Спецагент Цитадели В землях Некромантов Так Здесь Кстати Гладиус Титана Приятный Артефакт Ну Мы Уже Поняли Что За все Такие Приятные Артефакты И Даже Не Очень Приятные Подземелья Надо Драться Так Что Здесь Делаем Кентавры Нам Нужны Ну По идее Нам Вообще Разведка Вот Сюда Нужна Ну И Кентавры Здесь Нужны Слушайте А Сегодня Мы Проезжали Еще Через Одну Деревушку В Которой Некромант Собрал Свою Жатву С месяц Назад Я Похоронила То Что Осталось От Детских Тел Ни Одного Взрослого Там Не Было Я Уверен Что Всех Их Воскресили Превратив Скелетов Я Чувствую Себя Такой Старой Усталой Злой Несчастной Когда Вижу Такие Вещи От Этого Ужаса Я Не Должна Отвлекаться От Своей Цели Я Уже Успела Узнать Что Не Смогу Очистить Мир От Зла В Одиночку И Урок Был Очень Горький Лучшее Что Я Могу Сделать Помочь Тем Кто Готов Помогать Себе Сам Я Дала Мэру Делина Золото Чтобы Он Смог Переселить Людей Поближе К Кловер Грину Где Их Будет Защищать Ополчение Я Отдала Ему Все Золото Которое У меня Осталось На Содержание Ополченцев Туда Идут Только Добровольцы Но Им Все Равно Нужны Оружие Снаряжение И Провизия Так Все Равно Все Это Нужно Здесь Нам Тоже Построить Да Префектуру Было Неплохо Так Ладно Клан Давай Длинноухой Давайте Присоединяйтесь Хотите Нет Не Хочу Не Хватило Дара Красноречия Кланция Для того Чтобы Эльфы К нему Присоединились Но В то же Время Хватило Им Благоразумия Чтобы Убраться С дороги Нашего Такого Брутального Рейнджера Хотя Какой он Брутальный Не знаю Как вы Считаете Кланция Является Брутальным Или нет Пишите Ваше Мнение В комментариях Я знаю Что Есть Девушки Которые Смотрят Мои Летсплеи Поэтому Ну Когда Мужики Оценивают Других Мужиков И На тему Красивости Брутальности И всего Остального Это вообще Странно Всегда Только Так что Про себя Странно Ну Девушки Точно Сумеют Это Сделать Так Ну Что Енова Проверяем Лук Множество Минотавров У Монтикор Ну Конечно Конечно же Так Усадьба Плохо Что В Дыхании Смерти Не пишут Брал Ты Выкупал Ты Кого-то Или нет Здесь Я вроде Никого Не Выкупал Так Здесь Префектуру Ставим Так На Гномов Нам Хватило Здесь Что Кентавров Забираем Можно Грифонов Пробить Пожалуй Попробовать Да Они Быстрые Но Но Не Очень Толстые Я В общем То Думаю Что У Меня Есть Все Резервы Для того Чтобы С Ними Справиться Так Эти Палатку Долеть Отбить Этот Вообще Пока Никуда Не Долетает Палатка Живи Ну Нормально Она Живет Здесь Более Чем Так Ну И Здесь Мы Можем Сразу Все Все Три Три Стэка Успокоить Так Ну Что Давайте Одним Глазком Посмотрим Адские 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 Быстрые И так Мне бы Хотелось Конечно Получить Шахту Золотоносную Ну Что Что Бой Знаю Давайте Мы Ману В любом Случае Пополнять Для Нас Это Важно И Все Построить Мы Ничего Не Можем Уфритин Дедуля Сейчас Передашь Гномов Бегаешь На Разведку Что Там Скрывает От Нас Темнота Хотелось Бы В Общих Чертах Хотя Бы Представлять А Лучше Конечно Не Общих Так Здесь Одного Кентавра И Вот Так Мы Делаем И Погнал Наш Паренек Здесь Скорпикоры На Проклятой Земле Да Ну Скорпикоры Конечно Попроще Прямо Скажем Поэтому Наверное На них Надо Средоточиться Зачем Биться Головой Об стену Но Убивать Я их Буду Кем Но Тут Будет Работать Что У нас Будет Работать Стрелочка Все 10 19 10 19 Это 10 Или 19 Всегда Да Такой Вопрос Тревожит Здесь Мы же Выкупали В начале Недели Нет Не Выкупали Так Стойте Подождите Тут Нам Поставить Кузницу А завтра Было Ткнуть Муниципалитет Было Было Вообще Не Лишним Поэтому Наверное Выкуп Эльфов В данном Случае Не Лучшая Идея Давайте Вот так Сделаем Здесь Пока Красим Тоже Грифончики Ну С грифонами Давайте Подеремся Так Стоп Собачка Нам Нужно Защитить Кентавров Вот Так Как Да А вот Эти Ребята Вообще Могут И потанковать В случае Чего Так Полетели Так Здесь Стреляем Здесь Бьем И Здесь Бьем Ну Единичка Те Чего Сделала Вообще Что Ли Зверел Там Так Ладно Вроде Как Забрали Так Гномов Надо Еще Забрать Тоже Этой Неделей Для Кланции Это Тоже Важный Момент Эх Эльфов Еще Выкупить Эльфов Вообще Конечно Улучшить Как я уже говорил Слушайте Ну нам надо Вот здесь Пробиться Сейчас Будет И Мы Попадем В Форест Глен И Там Сможем Это Сделать Да Эльф Надо Выкупать Оставлять Здесь Кланции То есть Видимо Экономику Строить Чуть Попозже Так Теперь Вопрос Вот такой Вот армии Вот такой Я просто Смеюсь Чего Смеюсь Ну Насколько Это Можно Армией Это Назвать Можно Ли ехать Вот сюда Достаточно Ли мы Проживем Чтобы Их Проломать Ну то есть Фактически Нам Что Нам Нужны Как Мы Постройку Сделали Мы Можем Выкупить Вот так Еще Дендроидов Взять Единички Записаться И поехать Попробовать Что то С этим Сделать Ну Потому Что А что Сидеть На месте Если Можно Весело И С улыбкой Провести Время В бою Нет Не хочу Я вступать Трех Скорпикор Мы Завалили Итого Их здесь Сколько Одиннадцать А У них Восемьдесят Здоров Восемьдесят Это Меняет Дело Массовый У нас Воздух Но Нам тут Ничем Не Помогает А Ну да Гипноз Я не могу В силу Уровня Да Понятно Так Ты Наверное Мог бы Даже Их Взять Под Контроль Попробовать Так Ладно Здесь Минус Один Ты Стой Вейт Вейт Ты Стой Ты Стой Ты Как то Вот так Наверное Ну Будем Терпеть Ну По идее Мы Должны Пробить Хотя У нас палатка Вообще-то Будет Лечить Не Отнимай Дендроидов Вот Молодцы А Ну Они Кстати Отнимают Мало Слушайте Так Тридцать А Нет Стоп Мало У нас Было Их Трое А не Двое Ну Ко Гномики Давайте Влупите Нормально Отняли Таки Да Еще Одного Так Есть Магия Давай Накидывай Может даже Гнома Лечить Слушайте Давайте Гнома Лечить Этот Все равно Сейчас Отъедет Да И у него Все Накидываются Палатка Ну Палатку За что Не Ну Мы Затанкуем Гномами Гномами Мы Это Дело Короче Говорят Затанкуем Палатку Сломают Да Палатку Вряд ли Я тут Удержу Тридцать Тридцать Вот сюда Встанем Чтобы Убили Именно Гнома Его же Будут Бить А не Палатку Правильно Когда Доступ Есть Да Угу Ну И Можно Добивать Эй 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 Ты Че Творишь Чудо Гномами Получается Имба Я Всегда Догадывался Что Гномов Оплота Недооценивают Ну Вот Вы Можете В этом Убедиться Отлично 11 Скорпионов Апикор Как С Куста Ну Че Поедем Заберем Кристальчики Тоже Нам Нужны Склеп Есть Слушайте Склеп 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 Надо Будет Брать Так Здесь Через Волну Смерти Как Вы Понимаете Ой Они Единственное По нам Все Постреляют Это Неприятно Ну Ладно Неприятно Конечно Пятерочка Гномов Отъехала Продвинутую Магию Земли Делаем Забрали Здесь Чуть Чуть Еще Пообудем Флаг Склеп Здесь Что Мы Можем Делать Здесь Здесь У нас Во-первых Нужно Обратить Внимание Что Форты Нигде Не Отстроены Да Поэтому Не Очень Весело Конечно Давайте Мы Рынки Поставим Может Кстати Пригодится В какой-то Момент Да Деньги На Это Мы Потратили Но Ничего Страшного Так Можем Мы В склеп Лезть 13 Гномами Ну По идее Да По идее Можем Давайте Я Подстрахуюсь Но Вообще Даже Если Он Макси А Если Он Макси Что Я Буду Делать С Вампирами Ну Ладно Разберемся Не 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 Хочу Отступать Он Пред Макси Угу Ну Не Справляемся Здесь Мы Справляемся Определенно Причем Очень Быстро И Просто Так Здесь Можно Дать Стрелочку И Добить С руки Эх Забрал Еще Одного Гномика Ладно Две с половиной Тысячи Брелок Смерти Мне Бо Наших Существ Невосприимчивым К заклинанию Волна Смерти Не Дают Бояться Бояться Это по-моему Что к забывчивости Да Брелок Абсолютной Памяти Так точно 6 тысяч У нас Есть Муниципалитет Надо ставить Слушайте Ну Надо При этом Я хотел Здесь Каких-то Эльфов Выкупить Так Слушайте Ну Мы Давайте Всех Выкупим На самом деле Сейчас Мы Что-нибудь Не Очень Нужное Реализуем В принципе Шахты Есть Сера Нам Так Ни На Что Особо Не Нужна Поэтому Как-то Ртуть Ой Нет Спокойно Поэтому Мы Можем Вот так Позволить Все Вполне Сделать Ну И Здесь Наверное Глазам Погнали Да Прикольно Что У нас Есть Такой Второй Герой Кланцы Который Тоже Способен Решать Проблемы И Задач Так А Аж Тут Мог Поднять Денежку Всегдашняя Внимательность Меня Выручает Понятно Так Здесь Сейчас Заберем Золото Ну И Гем Куда Ты Едешь У нас Девочка Обращаю Внимание Что Здесь Есть И Здесь Есть 10-19 Могущественных Личий Мне Нужны Пегасы На Седьмой День Поставить Пегасов Хочется Поставить Не Пегасов А Цитадель На Седьмой День На Родной Земле Да Ну В общем На Грязи Будут Ходить Плюс Один Так Ну Давайте Поглядим Мощь Армии Королевства У Меня Выше Это Неожиданно Кстати Говоря Ну Такая Тамика Есть Достаточно Красивая Ну У меня Выше И Хорошо Но Это За счет Планца То Что Он Тут Собак Всяких Присоединял Ну Мы Можем Вообще Личи Не Трогать Да Бежать Дальше Ага Прибежали Дальше Перчатки Хочу Но Тут Маги И Здесь Мы Видим Гарнизон Наш Оппонент А Тут Крестьянчик Стоял Зачем Он Его Убил Слушайте А может Быть Мне Хватит Сил Задефаться Тут Ну В смысле Пережить Атаки Личи Один Ход Понятно Что Они Ходят Первые По идее Да Я Их Забираю Волной Смерть В смысле Уничтожением Нежити Ну Гномы Конечно Да Претерпевают Но Что Делать Причем Троих Всего Лишь Погибает Но Неплохо Это Я Понимаю Да Вот Это Я Понимаю Так Ну Что Нам Нужна Армия В любом Случа Здесь Щиток Можно Забрать Ну Просто Пока Врезаться В Призрачных Драконов Как-то Что-то Мне как-то Не хочется Честно Вам Скажу Крестоносцы 10 19 Нужны Быстрые Юниты На Гномах В Крестоносцах Тоже Как-то Так Себе Да Приезжать Так Здесь И Не хватает Разогнать Клеточки Ну Ёлки Палки Ладно Смотри Тогда Чё Платки Мудрость Нужна ли Клан Си Мудрость Ну Нет Он у нас Будет Короче Такой Рейнджер Я же Говорил Да Что он у нас Будет Чисто Таким Пробивным Парнем Который Который Может Решать Вопросы Грубой Физической Силой Лиф Хол Здесь Есть Кентавры Есть Гномы Ну Нет Поедем Поедем К дурным Глазкам Они Даже Не Хотят С нами Договориться Об Отступлении Некрасиво С вашей стороны Я бы даже Сказал Недальновидно У нас же Первые Мы же Первые Ходим За счет Того Что мы Нападали Ну Давайте Вот так Мы Поставим Здесь Подведем Сейчас Пару Кентавров И Этого Тоже Подведем Эльфов Поставим Так Ну Ты можешь Стоять Ты Тоже То есть А Ну У нас Равная Скорость Да Ну Я могу Кстати Их же Загородить Вот так Вот так Не Не так Надо Было У нас Третья Сила Магии То есть Сейчас Разберемся Подождите Что то я Придумываю Куть Ерунду Вот и все Вот и нет Дурных Глазиков Портал Интересно Куда Ладно Мне нужно Улучшить Эльфов Мне Нужно Улучшить Эльфов Это прям Первичная История Причем Первостепенная Задача Первичная История Да Бывает же Ну в общем Важно Это сделать Цитадель Мы ставим Ручей На следующий ход Мы поставим Здесь мы Надо идти И в экономику И в этих Местах Тоже Как раз У нас есть Немножко денег Но здесь у нас Нет даже Гильдии магии Здесь мы пока В ликколе Или как он там Называется Воздержимся От таких Решений Так Ну что Уфрекин Давай Поднимись Все что плохо Лежит И загоради Кланцы Выкид Красавчик Не дать Не взять Красавчик Так Здесь серебряные Пегасы Нападаем Вступить в бой Я рассчитывал Что вы будете Более сговорчивы Но нет Давайте Мы не будем Вступать в бой Раз уж Так Вы ставите вопрос А вот это хорошо Почему бы и нет Слушайте Я сейчас поеду Пробивать Костяных драконов Призрачных У меня есть Два стека Даже вот этих Вот Кориган Собаки Демоны Демоны Да мне Вполне Хватит сил Сейчас Мне Кланцы Их Вытащит Наружу Ну да Слушайте А почему Нет Так Муниципалитет Ставим Отлично Уже Пять А уже Шесть тысяч Будет идти У нас же Еще идет Рудника Захваченного Здесь Заколдованный Ручей Какая там Скорость Восьмая У пегасов Идет Не улучшенных Да Восьмая Но Это лучшее Что у нас Есть Ладно Драконов мы Все равно Не обгоним Драконов Мы с собой Брать И не Планируем В это Предприятие Здесь Давайте Мельницу Полутаем Мало ли Нам Пригодится Когда Это Дело Ну что Здесь Через Пробитие Налю Зачем Мне это Надо С другой Стороны Мне надо Восполнить Ману Гномов Зачем Сливать Я буду Просто Сливать Об этих Ребят Ну-ка Разгоняйся На одном Пегасике Восполняй Ману На следующий День Кланцы Через Уфритина Передает Мясо Корриганцев Или Инферно Для тех Кто не Понимает О каких Таких Корриганцах Антиквар Тут бредит Вот И мы Едем Пробивать Вот Эти В Драконов Привидений Почему Вот этих Я шапку Хочу Забрать Ну и Вообще Посмотрим Как это Работает Или Все-таки Сюда Хороший Вопрос Тут еще Гарнизон Вот Такой Но в Гарнизоне Можно Магией Пользоваться Хотя Там Такой Состав Войск Что Магия Особо Шапку Очень Хочется Это Нам Прям Позволит Это Для Нас Шапка Плюс Четыре К Знаниям Это Плюс 180 Маны Ну Чтоб Вы Понимали Да У Нас Сейчас 180 А Будет 260 Это То есть Вообще Мы Будем Обеспечены По Полной Программе Отродья Присоединяйтесь Гордые Смотрите Это Не Стали Не Пошли В Услужение Ну И Ладно Не Пошли И Не Пошли Теперь Мне Хочется Вот Эти Отряда Сохранить Засейвить Как-то Как-то Засейвить Ну Например Можно Вот Так Взять И Отойти Здесь Взять Единичку Подставить Опа Отлично Отлично Так Да До Пятой Скорости Всего Лишь Мы Его Сбили Ладно Мы Сейчас Поставим Наших Элементалей Если Они Не Обделаются От Нахлынувших Положительных Эмоций Они Их Обогнали Я понял Ну Хорошо Что Они В них Врезались Что Я Не Посмотрел Какая Там Скорость Ладно Элементалей Мы Сливаем В любом Случа Это Тот Отряд Который Мы Как Раз Можем Сливать Демоны Ну Это Понятно Ожидаемо Всегда Адские Отруги Когда Убивают Один Из Тэков Занимаются Именно Такими Штуками 7 Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Куда То Сюда Не Добегаешь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь А Сюда Как Раз Добегаешь Зареги Не Ману Да И Все Что Тут Прям Экономить Высчитывать Так Чуть Мне Не Хватает Да Довести Ничего Себе Не Единичку То Оставь Элементалей Воды А можно Элементалей Воды Тоже У меня Там За счет Брелка Морали В принципе Все будет Более Менее Так Можно Еще И Отряд Куда Привлечь Хотя Если Я Или Вот Сюда Все Ехать Я Вот Не Знаю Я Вот Даже И Не Знаю Куда Мне Лучше Направить Смотрите Как Разгон Сразу Угем Заиграл Новыми Красками Да На гномах Мы ездили И на пегасе Постояли 29 эльф Ой Красота Какая Так Драконы Говорите Да Говорите Драконы Давайте Мы Наверное Все таки Вот тут Как раз Уже Запишемся Тут Уже Шутки Могут Быть Плохими Так Шапку Передаш Планце Эту штуку Вообще Тоже Можно Планце Передать Хотя Вроде У него Пока Войска И не Отличают Сильно Там Да Ну Как То Вот Так Короче Мы Встанем Палатка Нужна Нам Палатку Тоже Передай Планце А мы Наверное Рванем Именно Вот Таким Образом Посещал Уже Что В Внимательность Все В порядке Так Здесь Эльфов Берем Эльфов Надо Здесь Собирать Выкупать Это Понятно Войска Не Копятся Об этом Следует Помнить Всегда Так Ставим Улучшение На наших Стрелков Совсем Другое Дело Ну и На этой Неделе Нужно Как То Уже Обстроиться Более Основательно Так Ну Что Ж Ну Что Ж Мы Там Записаны Поэтому Нападаем Двух Аж Мы Убили Слушайте Ну Старость Это Плохо Да Это Старость Это Плохо Я Чуть Сомневаюсь Что Нам Хватит Мяса Да Пробить Здесь 150 Балов Так Хотя Станем В уголок Вот так Оп Хватит Все будет Хорошо У нас Собак Съедят На демонах Выкарабкаемся Все будет Very well Тоже Тоже В Деф Ну И Все И Все На Этом Нормально 12 Драконов Привидения Отъехало Так 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 Тут Гарнизон Но Тут Гарнизон Маны У нас 144 Мы Как будем Убивать До 20 Темных Рыцарей До 20 Вампиров Да Конечно Массового Замедления Это не хватает Слушайте Наверное Нужно Подвести Эльфов Да Нужно Сейчас Вот это Все Улучшить Вот это Дело Нанять Тех Которые Есть И Через Стрелков При поддержке Кентавров Тут Все Пробить Я Думаю Что Так Здесь Как-то Так Здесь Как-то Так Теперь Эльфов Выкупили Кучу Денег На это Грохнули Корониус Есть Еще Плюс 4 Эльфа Будет Ну Вообще Может Это И Не Стоило Делать В том Смысле Что Многовато Героев Откровенно Говоря Так Стоп А этих Улучшить Этих Улучшить И Коттедж Гномов Все Таки Построить 59 Эльфийских Стрелков Слушайте Ну Нет Должны Мы Там Спокойно Разбираться Прям Вообще Без Нервов Так Ну И Пока У Нас Есть Ходы Может Быть К магам Сходим Давайте Заглянем На Огонек Да Заглянем На Огонек Так Будет Вот Неплохо Ну И Вы Понимаете Что Следующей Волной Смерти Мы Их Просто Доберем Ну То Что Мы Отдаем Демонов Да Мы Отдаем Демонов Но Мне Надо Тут Как-то Пробиться Нормальный Курс Размена Я считаю 4 Демона За 20 Магов Учитывая Что Демоны Для Нас Единственные Создания Были В Армии Ну Как-то Так Наверное Мы Остаемся Здесь Клан Съедет К Городу Енова Встает На Внешнее Жилище Эльфов На Завтра Его Будет Очищать От Созданий Всех Выкуп Так Посмотрим Кто Тут У нас Бегает Айслин Здесь Бегает Ну Армия В общем Да Вы Видите Никакая Ну Нам Танику Показывали Главным Героем Но Я думаю Что Просто Такой Темп Тут Не Слишком Ожидался На Момент Изготовления Этой Компании То Есть Армии Тут Каких Больших Не Дали Сразу Со Старта Некромантом Поэтому Ну Ладно Надо Сначала Тут Победить Потом Рассуждать На Тему Рассуждать На Какие Подобные Темы Да Может Демонов Убрать Чтобы Дух Не Портили Вот Так Поехать Но Они И так Дух Не Портили Но Так У нас Будет Плюс Двек Морали Те Может Может Эльф Получат Второй Ход Погнали Да Нет Нет Не Хотим Что Же Такие Паникеры Тебя 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 Надо Все Так Немножко Тормозить А Чего Так Мало Отняли Я Понять Не Могу Очень Интересно Так Единички Здесь Так Здесь Так Здесь Эльфов Загораживаем Здесь еще и кентавров Загораживаем Да В гномиков Хорошо Ворвался В гномиков Вопросов Нет Здесь Можно Сделать Вот Так И Вот Так И Здесь Добьем Вампир Ну И Все По большому счету По большому счету Все Давай Побегать за нами Я вообще не возражаю Молодец Добежал Добежал И добил Ну ладно Что ж поделать Ну вот Она Моралька Которую В общем-то Я долго Ждал Ну Отличные Потери Что ты скажешь Просто Изумительные Здесь Мы Пробились Ну что Может На этой Армии Поедем Атлан Секово Не Знаете Что Надо Сделать Нужно Вот Этих Вот Парней Отдать Обратно Как-то Взять Вот Так Кентавров В принципе Стэк Большой Толстый Можем Попробовать Так И Двигаться Да Вопрос Куда А здесь Город Пустой Спасибо Спасибо Друзья Мои Три Уровня Построено Все войска Выкуплены Войск Опять-таки Строить Можно Всех У них Не Отстроено Ну Видимо Да У них Город Просто Нулевый Вначале Они Вот Здесь И живут Слушайте Можно Ставить Гильдии Маков Четвертого Уровня Опа Клан Нам Срочно Нужно Чтобы Ты Начал Зачищать Захватывать Рудники Так Ну Здесь Наверное Нам Имеет Смысл Переночевать Уфритина Давайте Вот Сюда Отправим Так Капитолий Да Можно Построить Надо Это Сделать Ну Сейчас Мы Выкупим Войска Кланцы Пополним Армию Так Что Мы Еще Хотим Хотим Улучшать Заколдованный Ручей Или Конюшник Кентавр Замок Надо Ставить На эту Недель Слушайте Ну Тут Смотрите Какая История Заколдованный Ручей Понятно Это Разгон Это Единички Очень Быстрые Стратежные Все Такое Но На самом деле Обычные Пегасы Тоже Подавляют Магию Поэтому Улучшение Тут Не Влияет На Эту Спец Способность Если Мы Улучшим Кентавров Это Будет Более Быстрое Мобильное Такое Пробивное Оружие Которое Появится У Планца Хороший Вопрос Прям Вот Хороший Вот Такой Будет Мой Выбор В Данном Случае Тоже Восьмая Скорость Отлично Так Кланци Кланци Пополняй Ману Да Ты Все Таки Выкупи Эльфов Завтра С этого Надо Начать Не Забыть Енова Ну Все Остальные Отходились Слушайте Ничего Ся Айслин Там Пробила Кого Она Ифритов Султанов Пробила И ангелов Вот Той Армии Это Неплохо Видимо Я Произвела Впечатление На Повелители Земель Граничащих С Дей Мои Разведчики Эльфов Эльфы Доносят Что Владитель Ближайшей Границы Земли Собирает Армию Чтобы Заставить Нас Отступить От Границы Они Полагают Что Разведчик Вампир Заметил Нас Когда Мы Вступили В эту Область Спорных Земель И ТП Библиотека Это Хорошо Это Вкусно Кстати Очень Мне Нравится Что Здесь Четвертый Уровень Доступен Для Строительства Так Енова Бери В конце Концов Кентавров Бери Гномов Надо Хотя Бы Захватить В принципе Не Забрали Мы Еще Это Внешнее Жилище Так Здесь Надо Делать Разведку То С Одной Стороны Армию Надо Отвести К Лансе Вот Эту С Другой Стороны Нам Разведка Не Помешала Но Сейчас Короний Развернется И Поедет Обратно Разведывать Территорию Так Здесь Пятый День Заколдованный Ручей Пушка Единорога И Замок Да Так Мы Будем Делать Давайте Сразу Мы Поставим Грейт Так Так Забираем Гномы Дендроиды Наверное Не берем Гномов Есть Стэк Какой-то Более Менее Приличный Здесь Всех Не забирай Имей Совесть А Здесь Нам Вообще Улучшить Единорогов Ладно Сейчас Мы Это Под Саппорт Ему Прикинем На Следующий День Проблемы Большой Не Будет Так 4000 Мещи Золото У нас Есть Здесь Надо Куда-то Ехать Давайте Такой же Гарнизон А вот Он Есть Лаз Под Землю Ага Лаз Под Землю Где Был Этот Товарищ Только Что Так И Мы Сейчас Еще И Баф Нем Здесь Отлично И Меч Ну Смотря Кто Его Охраняет Так Конечно Можно Забирать Маны Много Колодец Есть Армия Какая То есть С собой Как Здесь Кузнеку Ставим Тоже Нужно Это Делать Постепенно Обстраиваться Так Сейчас Подождите Подождите Сейчас Мы Доберемся До Гем Двое Того Что Она Будет Делать Пока Здесь Сразу Пока Я Все Помню Делаем Ставим Что Ну Давайте Замок Без Разницы Сначала Замок Потом Единорогов Или Наоборот Да Я Понимаю Что Можно Было Поставить Капитулий Но Я Посчитал Что Более Профитно Войска Отстроить Вообще Гномов С собой Таскать Это Да Такое Замедление Армии Может Быть Вот Так Вообще Вот Так Ну Нет Оставить Одного Пожалуй Да Нет Всех Надо Брать Знаете Как Надо Сделать Надо Вот Так Сделать И Единичку Вот Так Принять Принять Волков Волков Ну Давай 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 Примем Будет Отряд Который Можем Смело Глаз Множе Множество Драконов 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 Я не готов К драконам Я не готов Определенно Кстати Зеленая палатка Да Которая у нас Где Вот За 10-19 Черных рыцарей А там Дальше Что еще И дальше Здесь Хранитель Вопроса Здесь Мы Пока Никуда Не Идем Приходим К Нагам 5-9 Отступить Да Вы Вообще Что Ли Не В Себе Отступить Говорят 110 Когда Вы В последний Раз Видели Чтобы Играли Через Гипноз Давайте Развлекаемся Почему бы И нет Так Здесь Вас Разведем Наверное Ну и Здесь Давай Ка Бахать Тем Более Ей Не Отвечают Прикольно Тем Более У нее Первый Ход Так 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 Здесь кольцо холода здесь она все равно поползет или здесь или здесь я никак кентавра не прикрою ну ладно 4 кентавра погибают ну и здесь мы просто забираем королев над вот таким вот образом до 100 лет я не использовал гипноз даже и не вспомню когда это было в последний раз о по городочек это чё цитадель у нас здесь построена ну судя по всему самое интересное что я успеваю залезть сюда у меня остается чуть хода кстати говоря если вы обратите внимание на потери которые мы понесли перед этим боем то они были ну достаточно не то чтобы весомыми они были не были весомыми но они намекали на то что магии ты гем не пользовался потому что у меня просто одним из зрителей был диалог в комментариях на тему того с чего я взял что в быстром бою не не используется маги но если бы здесь использовалась магия то мы бы не 30 кентавров потеряли а сколько а 12 экспертная магия земли хорошо теперь все будет намного проще и приятнее так забираем мы второй город кстати еще и с капитолием вопрос деньгами решен окончательно и бесповоротно и тут у нас кси ну никакая кси понятно ни о чем так что то мы хотели еще делать мы хотели вот здесь гильдию магии поставить на будущее но и сделать ход соответственно так тут кто-то у нас прибегает а если in the самая победительница ангелов и ифритов султанов но в общем все у нее неплохо ладно друзья мои я предлагаю на этом месте прерваться сохраниться поставить многоточие и в следующей серии уже я думаю мы этот сценарий будем добивать проходить до конца ничего тут нет вроде как очень тяжелого сложного по крайней мере если на старте не засиживаться долго если темповать пробивать охраны на тех магических талантах которые есть у гем то тогда можно здесь все сделать довольно таки быстро по крайней мере это есть в моих планах всем огромное спасибо за то что были со мной ждут вас обратную связь пишите комментарии как всегда будет интересно узнать ваше мнение ваши эмоции подискутировать возможно с кем-то если кто хочет именно подискутировать напишите в комментариях подискутировать я просто обычно спорить но я не спорю ни с кем потому что особенно когда знаете пишут комментарии на тему что а вот здесь можно было сделать вот так но герои меча и магии 3 ну почему они да не вступая в споры такие герои меча и магии 3 хорошо любые герои хороши тем что по-разному можно прийти к победе и нет одного единственного правильного пути поэтому но спор изначально лишён какого-то смысла как было лучше выигрывать да там ну какая разница главное чтобы победа одерживается что там кастовалась огненный шар или ледяная молния по большому счету это все не так важно огромное спасибо всем спонсорам канала за поддержку это был антиквар всем удачи и до встречи на канале пока